Здорово! Основная претензия к этой штуке, это, конечно же, дистанция фокусировки. То есть сейчас я стою на минимально допустимом расстоянии от объектива. Хотя на объективе на самом стоит метка 0,9 метра, то есть, соответственно, 90 сантиметров. Ну, казалось бы, много объективов фокусируется на 90 сантиметров. Ну, например, там 24-105 или какая-нибудь 85-ка, или какая-нибудь 135-ка. Да, но это длиннофокусные объективы. Здесь же мы имеем дело с 35 миллиметрами, с индексом ананорфирования 1,6. То есть, по сути дела, это такой себе ширик. И вот, знаете, вот где-то там внутри пользователя живет вот эта вот вера в то, что относительно широкоугольный объектив, он должен плюс-минус фокусироваться достаточно близко. По личным наблюдениям, конечно же, он не фокусируется на 0,9. Ну, по крайней мере, попасть в фокус или понять, это резкость, или это рыхлость, или это вообще общая потеря детализации объектива, как бы на таких вот прям close-шотах, крайне непонятно. Комфортная дистанция фокусировки, это, конечно же, 1,2 метра. Сделать, например, вот так, для того, чтобы снять какой-нибудь extremely short, extremely close-shot, extremely close-shot. И у вас уже не получится, потому что объектив на этом расстоянии просто не сфокусируется. Это одна из двух претензий к этому объективу, но есть довольно-таки дешевое, ну, местами дешевое, местами дорогое и очень изящное решение этой проблемы. Close-up фильтр, друзья мои. То есть, смотрите, когда вы заходите на Алиэкспресс, начинаете писать close-up на английском языке, на вас сваливается куча какого-то no-name-share потреба, и среди них там попадаются какие-то дорогущие стекла, типа Nisi, Freewell, там еще какого-нибудь производителя, который стоит каких-то умопомрачительных денег. Вы знаете, если честно, я ввиду своего блогерства жду, конечно же, халявный фильтр, когда мне его кто-то зашлет, я на него сделаю обзор и с удовольствием оставлю его себе. А пока до этого времени, естественно, я заказал вот такую вот малюсенькую кожаную коробочку. Там у нас лежат 4 фильтра, то есть 1х, 2х, 4х и, по-моему, 8 или 10х сразу там какой-то шаг пропущен. Что такое close-up фильтры, просто чтобы вы понимали. Если вы когда-нибудь смотрели старушке в глаза, которые носят вот такие какие-нибудь очки, то вот плюс-минус это то же самое. Это обычные диоптрии, то есть правильно называть этот фильтр диоптрийный фильтр, диоптрийный, диоптрийный фильтр на объектив. Вот так он называется, но на Алишке ищите эту штуку под названием close-up фильтр. Даже вот наблюдая в накамерный монитор, там диагональю 5,5 дюймов, я вижу какую-то детализацию. Я не вижу катастрофического какого-то изменения в изображении. И вы при этом не должны забывать, что это фильтр за 1000 рублей 4 штуки. Вот это способ борьбы. Это опять-таки способ борьбы с дистанцией фокусировки. То есть можно ли снимать на 35 миллиметров аноморфот, серуй, портреты с бакешечкой? Изи! В таком ширике очень тяжело ловить фокусно, особенно когда фокус пикинг в твоем мониторе, ну такой себе и не умеет должных настроек. Сильно неприятный момент при использовании подобного рода насадок, это конечно же отсутствие какой-либо дистанции фокусировки. То есть диапазон фокусировки у меня сильно-сильно уменьшается. То есть он уменьшается плюс-минус, ну давайте так, наверное на 25-30 сантиметров. Но это позволяет мне подсесть поближе. Это позволяет мне снимать вообще какие-то прям проникновенные клоус, шоты. Самое главное для чего это делается, дружище. Это делается для того, чтобы ты мог мачить свою картинку со всей остальной твоей аноморфотной оптики. И вот если получилось так, что там ввиду каких-то обстоятельств, ввиду каких-то условий, ты не можешь использовать сотку или полкиник, но у тебя есть 35 миллиметров, в любом случае вот такая вот диаптрийная насадка с индексом 2х, и там есть 4, 1, 10, боже, 10. Это вообще уже полная макро. Ты можешь юзать эту стекляху вот как тебе угодно. Работает эта вещь вот плюс-минус вот так, на нашем вот этом замечательном чифе. Вы можете посмотреть пример макросъемки, будем так говорить. Ну, допустим, вот есть какой-то ростовой портрет. Объект находится от камеры плюс-минус где-то метр-метр-двадцать. Второй стоп этого фильтра, допустим, работающий на более близкое расстояние, то есть дистанция фокусировки на фильтре 2х сокращается у нас где-то от 60 до 80 сантиметров, ну и так далее, вплоть до того, что объектив чуть ли не дужкой касается предмет вашей съемки. Мало того, вот та рекомендация, которую я вам сейчас дал по этому поводу, она в равной степени подходит и просто для обыкновенных объективов. То есть вы вполне себе можете на свой какой-нибудь любимый там не макрик, да, заказать вот такое кольцо и попытаться сделать из него, ну, такое полумакро. Так, ну и что, контровой свет. Вы видите, как отрабатывает этот объект ОС. Вот, контровой свет, я считаю, тут все очень хорошо, очень жирно. Да, я сейчас немножечко читерю, я стою под стрёмной лампочкой, и на меня светит вот такой вот стремнейший просто ЦРА, и лицо, скорее всего, красное. Здесь есть рефлекс от вот этого хромакейстолба. Ну и самое интересное, что вам нужно смотреть, это, конечно же, вот этот вот замечательный вид. Контровой свет, солнце, вот это вот все. Но стоит отдельно отметить, наверное, некий паразитивный эффект от этой оптики. Это, конечно же, засветы. Да, эта штука ловит зайцев. То есть если бы сейчас на улице было бы немножечко больше света, эта штука уже бы словила такое жирненькое, светленькое пятно. Но оно, стоит отметить, породистое. То есть это не пятно с каких-то дешевых объективов, да. Это пятно с такого дорогого кинообъектива, которое вполне себе допустимо. Опять-таки, этому тоже есть некое решение. Достаточно прикупить где-нибудь на Алишке или у нас в магазинах вот такую вот штуку. Потому что мотебоксы на этом объективе просто бессмысленные. Это аноморфот, причем довольно-таки широкий. И если вы найдете мотебокс с боковыми крышками, да, все у вас будет окей, вы от этого избавитесь. Но те мотебоксы, которые есть у меня, это смолриговские такие небольшие решения, очень профессиональные все, имеют только верхний лопух. И на самом деле этот верхний лопух не сильно-то и помогает. Сейчас мой очаровательный ассистент сделает вам этот самый засвет. И вот плюс-минус, вот так эта штука и работает. То есть, что мы сейчас получаем? Мы получаем такое матовое, светлое пятно прямо на весь кадр. То есть, стандартная ситуация, да. Допустим, вы плохо разбираетесь в сценировании, вы не знаете, как надо поставить тот или иной сюжет, какую-то сцену, отработать какой-то стендап с человеком, да. И взяли, влупили человека напротив окна, или по окну, или еще где-то. То есть, создали условия такого контрового засвета. Поскольку это аноморфотное стекло, линза у него загнута таким образом, что по бокам она берет больше света, чем сверху. Именно по этой причине мотебоксы в классическом понимании, да, вот с одной вот этой хлюпающей крышкой, они, естественно, здесь более чем бесполезны. Я так люблю этот объектив, что у меня аж слюни текут ручьем, поскорее бы что-нибудь им поснимать. То есть, единственный выход, конечно же, сейчас, вот если Анна Борисовна возьмет у нас, слегка ладошкой прикроет вот объектив, чуть-чуть давай, вот, видите, вот ее ладонь, вот, она закрывает ладонью вот этот самый блик. То есть, гаффер-то из нее хреновый, она не понимает, что ладонь надо сделать вот так и чуть-чуть подальше, чтобы ее не было видно в крае, в кадре. Ну, как бы, тем не менее, эта штука работает вот именно вот так. То есть, берете вот этот лопушок, либо берете мотебокс с тремя шторками хотя бы, да, сверху и по бокам и наслаждаетесь. Ну, и давайте, если мы уже тут, и мы принесли с собой фонарь, давайте посмотрим, почему 35-миллиметром аноморфот гораздо меньше дает вот этих вот самых полосочек, которые вы так любите. Чем шире аноморфот, тем меньше выражены вот эти вот полоски, из-за которых большинство людей, собственно говоря, и покупают вот эти самые объектосы. Все, что мне нужно сделать, чтобы появилась красивая штучка, стать вот так. И, о боже, ничего себе, какая картинка, посмотрите. Но, во-первых, у этого объектоса есть два типа цвета вот этого самого блика. Первый тип, это, конечно же, синий свет, красивый, красивый, синий, вот, все, как вы любите, классический, как вы это видите в кино, там, в различных боевиках, фантастических фильмах, это все круто. И есть вот бесцветный, как в моем случае, то есть он просто желтый. Ну и что, простой пример работы в контровом свете с использованием двух клевых источников света. То есть сюда нам светит соточка Firefly, здесь у нас сороковочка. Я ее специально не убирал из кадра для того, чтобы вы эту стойку использовали в качестве, будем так говорить, уровня, мерила, геометрии этих объективов. И вы знаете, интересно, сейчас я проэкспонировался практически по заднику. Да, там не лепит прям вот такое прям солнце, там немного пасмурно, но, в принципе, в большинстве случаев этого более чем хватает. То есть два простых источника света, две маленькие стоечки и плюс-минус на полчаса вам гарантирована хорошая подсветочка для работы в контровичке. 35 миллиметров это как раз то, что надо, потому что, в принципе, на полнокадровом сенсоре 24 миллиметра классические киношные 24, это, наверное, будет слишком широко. То есть ширина кадра в таком случае у вас будет, ну, плюс-минус, наверное, миллиметров 14, блин, там, да? Ну, сами там разделите 24 на 1,6. То есть 35 самое то, потому что 35 вы можете уже снимать какие-то портреты и плюс при этом 35, что? Правильно, ширина у нас 20 миллиметров. Это очень круто, точнее 19 или 21, ну, в общем, не имеет значения. Почему я завел эту телегу? Потому что сейчас два основных моих стандартных объектива, это, конечно же, 16-35 и 85-ка, но эти объективы из разных экосистем. Это очень важно. Это объективы разных производителей. Больше я люблю, конечно, 16-35. Этими объективами я снимаю свой бложик, я снимаю какие-то там стринговые вещи, там я кому-то езжу, там кто-то позвонил. В общем, вот это вот все. Сады, школы, свадьбы, юбилей и прочая какую фигню. А когда есть какой-нибудь жирненький заказик, или я просто для души хочу что-то красивое поснимать, я, конечно же, везу с собой, что, правильно, 35-ку и сотку. Вы, наверное, видели на моих стримах отрывки вот из вот этого вот ролика, кусочки из монтажа. Здесь мы работали с одним замечательным московским оперпостом. Андрюха, здорово, спасибо тебе огромное за такую компанию. Я получил удовольствие, несмотря на грязь, на дождь, вот на вот это вот все. Там у нас работа разделилась. Я работал на 100 миллиметрах. Андрей, как истинный такой профессионал, который сделал там, ну, наверное, за свою жизнь больше там пары тысяч смен, скорее всего, да. Я ему, естественно, вручил этот новый САПШ. Он остался им крайне доволен, потому что сам по себе этот чувак очень любит широкоугольные объективы. И вот это стало для меня очень большим таким, знаете, проверочным, будем так говорить, моментом вот в работе вот с этим стеклом. Потому что профессионал такого уровня, конечно, характеризовал его с самой лучшей стороны. И вот из Сочи я уже ехал такой довольный себе. Я понимал, что да, действительно, эти два объектива, они находятся в одной экосистеме. Даже несмотря на то, что у нас был старенький 35-й. Помните, да, вот этот толстый такой же, он такой же толстый, как и сотка, как и пятидесятка. Но этот объектив технически, чисто технически, механически, вот, он остался в том же самом цвете, он остался в том же самом боке, и он остался в той же самой картинке, чисто технически. То есть даже если где-то вы там что-то напутаете с цветом, с балансом белого, цвет всегда можно исправить. А вот разность экосистем оптики исправить невозможно. Я недаром сейчас задвинул вам телегу про 16-35 и 85 Viltrox. Я люблю и тот, и тот объектив, но они абсолютно разные. Даже если я свожу в них цвета, выглядят эти объективы катастрофически по-разному. То есть использовать подряд две сцены, допустим, снятые на 16-35 и на 85, я, естественно, никогда не делаю. Потому что сильно видно вот эту разницу в фактуре изображения. Здесь таких вещей нет. 35 и 100 миллиметров в анаморфотных исполнениях, они покрывают у вас практически все фокусные расстояния. Но сами посудите, если считать их ширины, да, то у нас 20, грубо говоря, 35, плюс вы можете пользоваться электронным трансфокатором, то-то-то-то. И у сотки это фактически 60-50 с чем-то миллиметров и 100 миллиметров геометрическая высота, которые сводятся по цвету. По, еще раз повторю, это очень важно, по фактическим вот данным, картинки, бокея, резкость, детализация, вот это вот все, они находятся в одной линейке. Опять-таки, несмотря на то, что они абсолютно разные. То есть, ну, вы видели, да, вот эта 35-ка, она крохотная. Предыдущая 35-ка, она, конечно, какого-то просто монструозного размера, уже на стаб ее не наденешь, ничего. С этой штукой, конечно, таких проблем нет. Вот вы ее можете таскать и на стабилизаторе. Попутно на камеру можно повесить еще фоллоу-фокус. Кольцо фокусировки изумительное, как на любом Сируи. Если вы являетесь обладателем любого объектива Сируи, вы, наверное, знаете, как на нем прекрасно и удобно фокусироваться именно вручную. Как на нем прекрасно, хорошо, с хорошей инертностью, упругостью, с экспонентой работают фоллоу-фокус-системы. Просто выше всяческих похвал. Поэтому, друзья мои, что касается универсальности, что касается какого-то, будем так говорить, матчинга этих систем, в принципе, то можете брать прям смело и ничего не бояться. В общем, как-то так, друзья, с вами был Таран. Я надеюсь, вам понравился этот обзор. В принципе, в этом обзоре я изложил все самое главное, что вам необходимо знать об этом объективе. Геометрию, свет, цвет, работу в контравон здесь вы уже видите сами своими глазами. Я еще раз вам напомню очень важный аспект. Я недаром приезжаю именно в это место, потому что здесь есть все слагаемые хорошего обзора. Еще раз, очень внимательно. Есть неспектральные цвета, есть жуткий контравой свет, есть какие-то странные колонны, есть геометрия, где вы все это дело можете посмотреть и проверить. Но, естественно, весна накладывает свои ограничения, на улице идет дождь, еще мало зелени, я не могу вам показать шикарное боке, там и прочие какие-то вещи. Ну, вот, как бы, тем не менее, работаем, друзья мои. С вами был Таран, ставьте лайки, подписывайтесь. С Ютубом в любой момент может что-нибудь случиться, поэтому там ниже есть ссылочка на мой Телеграм-канал. Подписывайтесь, Телеграм, Телеграм-чат, Телеграм-бот, Телеграм-обсирально, парой слов не обойтись. Вот это вот все, это все мое. Короче, с вами был Таран, серую 35 мм, с индексом фирмы 1.6. Огромное спасибо серую, огромное спасибо Кремлин Стор за вот такие вот предоставленные ништяки. В любом случае, этот объектив остается у меня, это будет мое рабочее стекло, вот, для подобного рода каких-то решений. Ну, и попутно с вами был тут такой вот портативный аккумуляторный свет, 100 ватт, 40 ватт, все это можно мобильно перетаскивать и снимать, вот такие вот прикольные штуки. Короче, еще раз ставьте лайки, подписывайтесь, пока!